Друзья, приветствую вас, это Питер Залмаев, как я вам обещал, наш следующий гость с собственной персоной Марк Фейгин. Марк, приветствую вас. Рад приветствую, рад приветствую. Рад приветствую, Марк, ну, не мог не посмотреть ваши два последних интервью, друзья, и сразу, пользуясь случаем, разумеется, подписывайтесь на канал Марка Фейгина и посмотрите обязательно два последних стрима с Юрием Фельштинским, с которым у нас только что была беседа, и с Андреем Пенковским, разумеется. И вот, Марк, как раз вот по следам вашего разговора, в частности с Андреем Андреевичем, опять вот пропитываемым мы, когда смотрим Андрея Андреевича, таким энтузиазмом и оптимизмом, что вот на этот раз победа, политика давления на Украину капут, все, теперь вот только полный вперед. У меня заказывается впечатление, что не все так просто и радужно. Вот ваше заключение по визиту европейцев в Киев. На этом треке, как теперь любят нынче выражаться на этом участке, я думаю, он прав в том, что действительно почти 4, нет, 6 недель попытка продвижения этого плана, мирного плана Драги, итальянского плана, мне кажется, она вот на этой фазе закончена. Нет, конечно, будут новые подобного рода заходы и попытка уговорить Украину пойти на фактическую капитуляцию на условиях Москвы. Но вы понимаете как, Питер, дело в том, что все сложнее и сложнее это будет делать. Вот представьте, какой бы был результат этих переговоров, если бы это были, ну, скажем, момент, когда Зеленский находился на Банковой, а на окраинах Киева были ДРГ и вообще подступали войска. Был бы один результат, правильно? А вот спустя почти 4 месяца он вот такой, какой он есть. А вот представим себе, какой будет динамика, даже если в дальнейшем будут попытки предприниматься снова, осуществить вот этот мирный план. Поставки вооружений. За эти полтора по меньшей мере месяца, ну, бои продолжают в Северодонецке. Не взят Северодонецк, не Лисичанск, не взяты другие города в Луганской области. То есть динамика самая плохая, какая только возможно, сейчас для Украины. А дальше она не может быть хуже, по одной простой причине, что будут перемены именно в сторону, связанную с поставками вооружений в гораздо больших масштабах. Вот тут же ведь на весах и висело, либо мирный план, либо поставка вооружений. Потому что если заключается мирный план, если согласие достигнуто, а зачем тогда поставлять вооружение? Потому что первый пункт – это прекращение огня. Тогда зачем вооружение от Германии или в конечном итоге от американского Ленд-Лиза? А теперь этого нет. Значит, нужно как бы по-новой столкнуться с проблемой, что больше слишком откладывать, ну, слишком долго откладывать поставки вооружений, будь то Германии или же иных игроков, уже не получится. Союзник в Украине. То есть ситуация с точки зрения военного обеспечения будет меняться в пользу лучшую для Украины. При том, что заседание в Рамштайне показало, что на самом деле поставки идут. Начальник комитета начальника штабов Милле, генерал Милле, заявил о цифрах, которые, в общем, внушают. Поэтому для Москвы, по-моему, это был последний шанс с минимальной болезненностью выйти из этой ситуации. Сохранив статус, захватив территории и так далее. Ну, Марк, на самом деле, то есть, ну, тот же Подоляк, вы же видели, говорил, что нам нужны не там десятки гаубиц, в добавок тем ста, которые уже дали, а нам нужны тысячи. То есть там цифры абсолютно же несопоставимые. Ну, как, это проси больше, дают больше и так далее. То есть, я думаю, что даже убедительнее звучит 300 РСЗО. Но, на мой взгляд, их нет такого количества. То есть невозможно дать 300 РСЗО в Украине. Хотя, опять же, я дилетант, я не претендую на то, что я понимаю. Но даже если будут даны 100, я не знаю, сколько там от российских войск, трупов будет просто горы такие, понимаете, Эверест из трупов. Потому что это очень эффективное оружие, МЛРС, вот, об этом все обсуждают, Химарс, вот этот дальнобойные ракетные установки. Ну, я не знаю, я не знаю, если 100 дадут, как обещают, то это уже будет очень существенно. Но просто я к тому, что мирные переговоры – хороша ложка к обеду. Для Москвы, например, это до всего, до вот новой фазы поддержки Украины со стороны союзников, ну, прежде всего, военными поставками. Это был бы оптимальный вариант, понимаете? А когда уже у Украины появятся новые козыри на руках, такой флеш-рояль. То есть, Марк, вы оптимист, смотрите, тут две школы мысли, что называется. Есть те, которые утверждают, что Украина максимально сейчас бьется с огромной ценой в плане потерь жизни и техники в Северодонецке, истощаются запасы с тем, чтобы выиграть время, чтобы начало уже поступать оружие. Есть другие, которые утверждают, что это делается с тем, чтобы европейцы потихонечку начали уже Украину уговаривать по истощению ресурсов, что давайте уже, видите, как ситуация стала впадовой, давайте уже договариваться. Все-таки, ну, вы считаете, что все-таки первое более вероятное? Я по-другому переформулировал. Вы понимаете, я согласен с тем, что оружие для европейцев является инструментом давления. Потому что на самом деле, так сказать, эти задержки, возможно, особенно немецкого оружия, оно очень высокоэффективное, очень, одно из лучших образцов. То есть оно легко наравно конкурит с американскими образцами, израильскими и так далее. Это действительно очень высокоэффективное вооружение. И вот эти Ирис, и Панцергаубица, и танки, особенно немецкие, это номер один в мире. Вот. Я уже говорил, я как-то сидел в немецком танке на выставке, там кондиционер, джойстиком танк управляется. Вообще такое сидение шикарное. Думаю, хера себе, как Мерседес действительно. Вот. То есть поставки таких вооружений, которых нет в России, быть не может. Некому поставить в России такие вооружения. Воюет вон Т-62. То, конечно, это изменит расклад сил. Другое дело, что, вы понимаете, вот, например, европейцы откажутся поставлять. Хотя вот, например, французский президент Макрон по итогам визита сказал, что еще Цезарь поставит вот этих самоходных галубиц. Ну и что? А американцы не перестанут поставлять. И генерал Милли, и то, что заявлял Ферронштейн, по-моему, это свидетельство того, что поставки продолжатся, потому что это же еще даже не ленд-лиз. Это из своих запасов отдают американцы со своих складов. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что я здесь реалистически отношусь. Для чего вообще нужно оружие? Оружие нужны переходы в контрнаступление. Вроде как говорится о сдерживании, оборонительном сдерживании движения российских войск, но эта стадия, она сейчас присутствует. Сейчас оборонительную войну ведет ВСУ. И так не будет вечно, потому что, повторяю, резервы у Украины есть. Они в виде западных поставок. И если Европа, Германия, в частности, не будет направлять вооружение, это будут делать американцы и британцы. Англосаксы не откажутся от поддержки Украины. Даже если там будут идти внутренние дискуссии, которые действительно в Вашингтоне происходят в связи с войной. Это правда. Марк, смотрите, вот есть такой циничный тоже подход, рассудите. Есть у меня хороший товарищ, русский американец или американский россиянин. То есть мы с ним учились, вот, вы видите, Columbia University, очень светлая голова. И вот он гражданин и России, и у него вот такой split mind, шизофрения, если в буквальном смысле. Он не знает, где тут правда, он пытается ее найти. И вот от него я слышу эту тезу о том, что все равно выиграют те, кто производят оружие. Вот такая вот позиция, военно-индустриальный комплекс. И воевать они будут до последнего украинца. То есть, вот что бы вы ответили ему на это? Ну, это так было в 20 веке. В 20 веке это действительно так и было, хотя тоже с поправкой. Например, проигрывали страны, у которых была гораздо существеннее военная промышленность, ничем не ограничена. Например, Германия захватывала Чехословакию, у нее, знаете, и армия была, и военное производство было нормальное. Я уж не говорю про Францию, и тем не менее они проигрывали. Но дело даже не в этом. Да, в 21 веке, конечно, воюют технологии, но важно ведь еще, с кем ты воюешь. Украина может ничего не производить, но если ее будут поддерживать западные страны, которые, конечно, по части военного производства опережают Россию на десятки лет. На десятки лет по некоторым видам вооружений. И на земле, и в воздухе, и на море это лучшие вооружения, именно на Западе. Россия продолжает воевать устаревшими советскими образцами. Что производит Россия? Я сам жил вот в Самаре, Куйбышев прежний. Это индустриальный центр, весь опоясанный военными заводами. Он был закрытый город. Я вам скажу, что даже когда я был депутатом, когда я был чиновником в этом городе, когда я вам скажу, что производство, там несколько очень крупных заводов, во-первых, не менялось, там такой завод «Прогресс» был, «Зим» такой завод имени Масленникова, кто знает, там патроны производились к Калашникову. Половины производства этих нет. Вы знаете, разрушили там торговые центры стоят. Завод «Экран», который тепловизор пытался производить. Там секретные цеха были. Это иллюзия думать о том, что в России передавай индустриальный проект. Ну да, есть заводы, они производят снаряды, патроны и так далее. Но это настолько все идея индустриализирована. Ну я не говорю, вот пресловутый «Уралвагонзавод», который стоит, кстати, в Луховицах, в Рязанской области, самолеты производят, эти штурмовики. Но все очень плохо. Понимаете? Как оценивать? Ну производят, да. Ну производят плохое вооружение. Вот о чем речь. Конечно, можно производить бесконечное количество патронов, на это России сподобится. Снарядов, даже гаубиц и так далее. Но в 21 веке не этим только воюют. Вот в чем все дело. А получается, дроны не производят, а вот дроны, оказывается, гораздо эффективнее многих видов вооружения. Ты можешь производить миллионы патронов, а один дрон берет и делает работу за целое подразделение, которое отвечает за уничтожение цели на Земле. И что тогда? Поэтому тут здесь есть поправка на 21 век. Я бы так сказал. Какие положения? Марк, а вот ваш, кстати, недавний гость Юрий Фельштинский, вот как раз с ним тоже только что говорили. А что вы думаете по поводу его заявления, что пушечного мяса у России неограниченное количество будут закидывать? Я тут ему возразил, что согласно разведке той же британской, боевой дух российской армии, он достаточно низок. Вот у меня вопрос возникает, сколько же они будут готовы идти в эту мясорубку? А это все очень зависит, коррелируется в том числе помимо вот этой низкой мотивированности, а еще и ситуации внутренней, на внутреннем контуре. Потому что в России свои процессы внутренние тоже идут. Вы понимаете, вот, например, мы все время пытаемся понять природу вот этой милитаризма, воинственности и всего остального. Но ведь она же притворная, понимаете? Воевать-то на самом деле с точки зрения особой мотивированности некому. Потому что основная масса может визжать и крутить сальто-мортали патриотическое, ну когда доходит, а вот записывайтесь, вот Вася, Вася Пряник, фиксируем тебя, завтра отправляем. Не-не-не-не-не-не, я вот, дайте, извините, я тут нагрузку, штурок завяжу, у меня тут ранка расстегнулась. Ну мы это видели, пример, и это точно отражает. Есть социологи, которые все-таки ведут фокус группы, исследования и так далее, умудряются что-то обнаружить. Выясняется парадоксальная вещь, что на самом деле наряду с тем, что они разговаривают языком пропаганды, обыватели, к реальным жертвам они не готовы. Но это жертвы могут широко, как самому идти вы, так и когда, видите, вот статья Кириенко, он опубликовал в известке у Ковальчука, его друга, его протеже Юрия Ковальчука, мне с медиатекстов, которые сказали, да, говорит, установим Донбасс, за ваш счет, идиоты, значит, за российский триллион бюджетный. И тут же сняли статью, потому что пошла волна такая в сети, а как мы, нет, погодите, погодите, что это за бюджетные деньги восстанавливать Украину, которую вы сейчас разрушаете? Не, мы на это не готовы, не, 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 не. Марк, ну вот, кстати, вы подошли к этому, они все-таки на вот этом форуме, в экономическом петербургском, такие вот тот же, так, кто заявил об этом, премьер-министр самопровозглашенной республики ДНР Виталий Хоценко, Россия в течение двух лет вложит в экономику ДНР более двух триллионов рублей. Аминь, аминь, пусть вложит. Половину сразу отминусовывайте, сразу минусуйте, и это в Москве останется, это балалайка. Это поделят, значит, те, кто режет колбаску, как там говорят. Оставшийся триллион, да, даже если мы пообещали, он человек Кириенко, это Хоценко, да, он москвич, он никакой не к украине, просто подбирали с украинской фамилией, чтобы не слишком это отсвечивал. А оставшийся триллион распилят на месте, вместе с подрядчиками, построят бумажный домик. Ну, ничего не будет. То есть вы тоже согласны с тем, вот с оценкой того же, опять-таки, Фриштинского, что это просто собирание земель ради собирания земель, никто осваивать их и не собирался? Абсолютно, это точно, абсолютно. Никакого освоения не будет, проекта нет. Проекта нет. Но этот дурак, вот этот с МММ-то, вот этот ходит, как его, этот, Пушилин. Пушилин? Он что сказал? Да, говорит, Пушилин. Да, значит, он что говорит? Мы, говорит, Диснейленд построили. Вместо Мариуполя, там предприятия, Азовсталь, там много предприятий-то было, между прочим, Порт, все. А мы, говорит, Диснейленд, на горках кататься, на водных. А жрать они что будут? Горки водные или что? Попкорн будут есть? То есть, вот представление об этом, обо всем на уровне, где можно больше распилить. Чего, где можно украсть? Никто ничего не собирается делать, никакого проекта прорывного. А мы там создадим новые производства, мы там что-то, мы улучшим жизнь. Где, с чего? Откуда? Вы под санкциями, идиоты. Вам нужны технологии, которых у вас просто нет. Их просто нет. Вы не можете там контргайку прицепить, она произведена, в лучшем случае, в Китае, понимаете? У них нет ничего, нет проекта, который Россия может предложить оккупированным территориям. Его нет, его не существует, понимаете? Поэтому, на самом деле, все будет плачевно, будет в этих руинах и развалиях очень долго. И будут ссылаться, мы бы и рады, но санкции мешают, изоляция туда-сюда. А что, как? Нечего, ничего тут не сделаешь. Нет. Смотрите, Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что для восстановления экономики России до уровня 2021 года потребуется 10 лет. Но, опять-таки, это же не говорит, что народ не готов будет впасть в стадию Бурундука, как мы это уже слышали, и каким-то образом поддерживать этот абсурд. Первый вывод, что экономика, это он 10 лет почему назвал? Путин сказал, что через 10 лет будем жить хорошо. Поэтому это попугай, он просто повторил. Это не то, что там расчеты какие-то, он просто до уровня 2021 года. 10 лет Путин же сказал, буквально 2 дня назад, что я, говорит, Петр, жить будете хорошо через 10 лет. Путину будет 80, если он доживет. Ну, неважно, он сегодня там про здоровье, я понял, что-то там комментировал. Как Марк Этвен цитировал. Ну, вот, первое, жить будут хуже, намного хуже, чем сейчас даже. Даже 22-й год, верить, что это год процветания был после 24 февраля. Будет все намного хуже. И, кстати, сказать, я хочу сказать, где-то не алармизм, и это не вечный кризисный прогноз ненавистников Путина, к которым я, безусловно, отношусь. Я говорил, что 14-й год будет жить хуже, мало кто верил. А сейчас 14-й год, как манна небесная. А мы говорили, что в 2008 году это был пик счастья. Да, теперь нет больше никакого 2008 года. Ну, тогда были другие проблемы. Там был кризис глобальный, но тем не менее. То есть, после всех этих кризисов, после кризиса 2014 года, Россия стала жить хуже. Вопрос второй. Ну, да, мы разобрались. Жить будут хуже, потому что объективные показатели к тому. А население-то будет этому возмущаться или нет? Или будут, как вы сказали, в Бурундуке, или как они, северокорейцы будут есть колоски? Вот тут уже вопрос открытый. Потому что, да, они могут так жить. Вы спросите, какой низкий порог в этом смысле чувствительности есть у российского населения? Он очень низкий. Они могут жить, что называется, собирать им ягод, грибов. И тут, Марк, главный расчет Путина, что мы, Запад этот размягший, да, мягкотелый, мы пересидим. Потому что они не готовы будут идти на эти жертвы ради непонятной им стране, которая еще до недавнего, они путались с Россией. У Украины, я это сам помню. Украина, Россия, там, ну, как бы одно и то же, да? А вот мы, нам Украина нужна. И мы за нее до конца готовы идти. Смотрите как. Ну, Европа уже делает шаги, чтобы сделать Украину своей. То есть, завтра будет, я так понял, уже Вандерляйн заявил, я вот тут ехал на мотоцикле, не видел. Я правильно понимаю, что уже окончательно прозвучало публично о том, что кандидатство предоставили? Так? Так. Кандидатство предоставили. То есть, это уже шаг навстречу. То, чего Украина добивалась там по меньшей мере 30 лет, все-таки происходит. Да, это еще не членство, но это уже шаг в сторону, собственно говоря, того, чтобы Украину сделать частью своего мира, мира западного. Вот если бы этого не происходило, тогда можно было бы сказать, ну, действительно, они хотят втолкнуть Украину, там, сдать ее обратно Москве под ее начало и как бы чал. На самом деле это уже происходит, и Москва сильно взбешена всем этим, потому что они рассчитаны на мирный план Драги, а произошло нечто совсем другое, совершенно обидное, потому что эти три лидера вчера просто-напросто, ну, в их представлении на их жаргоне кинули, да? То есть, они не добились того, чего от них ждали. Значит, не мирный план, а именно кандидатство в ЕС, которое прогарантировано Украине. Я бы сказал, это будет меняться. Не так быстро, как хотелось, но это будет меняться, потому что война, она же вообще все вещи меняет, потому что, ну, цена выше за все, понимаете? Цена выше жизни, цена выше смерти, цена выше экономики, суверенитета, территориальности, всего выше цена, потому что за это платится жизнь. Солдат в окопах, гражданского населения, разрушены экономики, инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, нужен для Украины большой план восстановления. Когда она избавится от оккупации, ей же нужен большой план. Это же огромная стройка, будет на десятилетия. Ну, возможно, все будет достаточно быстро, но если обеспечить безопасность, то шансы хороши. Сейчас буквально подойдем к этому, вам как юристу, я хотел бы узнать по поводу репарации отдельно, да, вы как раз подвели к этому, но вот тут вы тоже недавно сказали о том, что все-таки, понимаете, идет противоборство таких двух сторон, одна из которых оперирует волей вождя и не более того, которому все подчиняется, а другая, она повязана разными там статутами, хартиями, вот, в частности, принятие неприятия в НАТО, Швеции и Финляндии. Турция тормозит. Вот вы сказали, что нахера вообще Турция, давайте херьте Турцию, до свидания, goodbye, и принимайте Швецию и Финляндию. Но тут же и конфликт как раз, это все консенсусные организации, демократические, то есть вы считаете, что бой неравным, но по-другому я, к сожалению, сейчас этого не вижу, они не готовы будут поступить со своими принципами. В НАТО есть своя хартия, и как они ее будут сейчас переписывать, то же самое и ЕС. И это касательно тоже членства Украины. Сейчас главные ребята сказали, сделаем, но там есть Орбан, который буквально своим одним рощерком пера все может похерить. Извините, мой французский. Да, да, да. А все меняется. Все меняется. Ничего не бывает вечного. Вот все это каналы в условиях отсутствия войны, когда можно было там долго-долго препираться, потому что над тобой не капало, вопросы безопасности не стояли острые. А как они стояли в острове? Никак они не стояли в острове. Да, можно было, как это, мозг НАТО умер. Он мог умирать, знаете, как голова профессора Доули отрезали у Беляева, знаете, фантастическую, она живет. А вот сейчас не так. Сейчас бог его знает. А если они действительно имеют намерение после Украины попереть в Молдову, в страны Балтии, в Польшу? Нет, так не получится. Так не получится. Все будет гораздо острее. Мы, кстати, увидим это обострение. Дело в том, что ведь Турция не случайно не принята в ЕС на протяжении стольких десятилетий. Потому что Турцию они не считают частью Запада. Запад коллективно не считает Турцию страной западного мира. Это дело не только в исламе. Например, Албания тоже частично является исламской страной. Частично, не полностью. Там католики. Часть албанцев такие, тсики. Так же, как и Косово. Нет, так же, как и Босния, кстати. Там третье население минимум – это мусульмане. А вот российские мусульмане. Нет, я думаю, что здесь причина именно в генетическом наследстве, историческом наследстве Османской империи и постоянных претензий Турции на гегемонию. То есть, все время гегемонии должно приноситься в жертву очень много чего. На это Европа, Западный мир не готовы. И в ситуации, когда вопрос станет остро, безопасно, ну кто ближе – Швеция с Финляндией или Турция? Ну, очевидно же, что речь должна идти именно о странах западного ареала. Марк, ну вот смотрите, Марк, тут тот же вот Москва и Пекин, они как бы намекают и открыто говорят, что вот наша модель, по крайней мере, мы имеем право на собственное существование, наша такая нелиберальная, в случае с Россией, нелиберальная демократия и вообще суверенная демократия. В Китае это вообще не демократия, они даже это не шифруются. В России тоже это все не больше. Да, но уже нет, собственно. Но они пытаются еще навязать такую идею, что их вариант автократии, он намного более эффективный в плане экономики и всего остального. Вы считаете, что все-таки Западу нужно будет постепенно перенять некие такие вот тоже характеристики этого с тем, чтобы быть более конкурентоспособными и отражать нападение Москвы. И Пекина. А говорю сразу, если в отношении Пекина еще можно эту дискуссию вести относительно эффективности, да, азиатский способ производства там и так далее, дискуссия, в общем, уместная. Тут можно глубоко проговоризиться философские первопричины этого вопроса, да, а ИСП, то в отношении Москвы нет. Это не Пекин тебе, это тебе не китайские чудо и так далее. Это чудо, но не китайское. На самом деле, да, на самом деле, это субмаргинальная вообще территория. В ней ни того, ни другого толком нет, потому что азиатский способ производства, который вроде как свойственен частью вообще системе, сложившейся исторически укладной в России, в той же экономике, но только частью. Потому что внутри самой субмаргинальной среды России АСП конкурирует с некими проявлениями частного начала и всего, что из этого вытекает. Дело в том, что Китай специфическая все-таки цивилизация, поскольку он не пережил феодализма, периода феодализма в Китае не было. Там всегда было государство в центре, вообще говоря, и делилось общество на управляемых и управляющих. Единственная в Азии страна, пережившая феодализм полноценный, это Япония. Кто такой феодал? Это крупный собственник. Крупный собственник, это не государство представитель, а представитель общества. Вот никогда в Китае за все время там были тоталитарные периоды легистов, например. А другие периоды, и они так и не пережили феодализм. И в силу этого, ну, есть такая теория о ирригации. Если кто-то читал Карла Августа Вестфогеля, почитайте, там все подробно об этом написано относительно азиатского способа производства. Ну, вот, ирригационные системы вроде как из-за орошения искусственного, они имели особенности по части развития. Ну, это упрощенный один из подходов. Но он очень важен для понимания, что Хантингтон, который, ну, казался философским публицистом, хотя там есть и глубокие работы, написавший, покойный Сэммер Хантингтон, написавший работу «Столкновение цивилизации», ее иногда переводили как «Столкновение культур», но «Цивилизация» более точно. «Столкновение культур», он говорил о том... «Цивилизация», ну, кто-то переводил эту культуру, ну, правильнее, конечно, цивилизация. «Культуру мультур». «Культуру мультур», да. Вот он говорил о том, что действительно в своей работе этой знаменитой, он после нее еще несколько работ написал, он и говорил о том, что цивилизации, которые существуют, основные, конечно же, будут продолжать оставаться в непримиримом, по сути, противоречии, и Китай, синьская цивилизация, безусловно, бросит этот вызов Западу. Она это уже делала на протяжении своей 5000-летней истории, только у нее были более скромные позиции. Это объясняется вот и АСП, и особым пониманием прогресса. Вы знаете, что в отличие от западного общества, которое знает прогресс, у всего есть начало и движение вперед. Китайцы воспринимают время нелинейно. Они его закольцовывают, они понимают его как повторяющиеся времена. И так далее. Для них нет ничего нового. Они проходят какие-то, ну пусть концентрированные эти кольца в развитии, не предполагая, что существует прогресс, и человечество движется дальше. В силу этого, кстати, объясняется, почему китайцы не пережили такое количество научно-технических революций, как Западный мир. Беда Китая, хотя он меняется, это надо отдать ему должное, ровно в том, что вот это копирование, которым на обывательском уровне воспринимают все, что делает Китай, подражая Западу с его передовыми технологиями, это всего лишь навсего некое замыкание внутри синской цивилизации. Потому что они не могут по-другому понять смысл прогресса. Линейность времени, имеющая начало и движение вперед, свойственна прежде всего христианской цивилизации. Там, где существует вера в надличное существо, каким является абсолютный Бог. Китайцы не верят в Бога. Но, Марк, давайте тут, давайте с всем уважением к Хантингтону не смешивать понятия. Все-таки у него не было как таковой христианской цивилизации. Я вот сейчас смотрю на эту карту, и на самом-то деле у него есть, если уже пользоваться этим аргументом, то в принципе им пользуются и дугинцы, ильинцы, путинцы. Потому что в голубом свете вы видите здесь православную, orthodox цивилизацию, которая включает себе Россию, Казахстан, Украину, Беларусь, Молдову, Балканы, Грецию. Короче, то есть это совсем как бы нам не на руку в аргументации. Вы путаете, путаете. Он определил пять цивилизаций. Ну вот, смотрите, это карта по Хантингтону, смотрите. Это как раз я держусь. Он считал все же Россию субмаргинальной, что в ней есть разные элементы, как западной цивилизации, так и восточной. Безусловно, западная цивилизация, она иудео-христианская. В этом ее первоначальная основа. В этом ее складывание именно такого понимания ее роли в истории человечества. И он часто апеллирует к ее передовому претензиям. Вот это стремление к передовому, то, что сейчас на уровне нынешней власти в России представляет, сегодня Путин об этом говорил, в доминировании, вот в этом подчинении, как он считает, колониальности, гегемонии, выражается передовой дух западной цивилизации. Она стремится к чемпионскому результату. В конечном итоге это стремление, оно не важно, чем объясняется. То ли познанием Бога, то ли отправкой на другие планеты, то ли созданием бесконечной жизни. Но в ней заложен этот дух соревнования, который вызван прогрессом, приверженностью прогрессу для западной цивилизации имманентно как раз прогрессивное развитие. Ну вот вы сказали, и как раз подошли к этому, как раз именно про это, про богоизбранность. И говорил сегодня Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле без ответственности, только с интересами. Путин сказал сегодня. Ну, потому что другое богоизбранность, она скорее в другую сторону направлена от имени Бога. И он же не один здесь, Марк. Он играет на публику, ладно, глубинный народ, но он играет на арабов, он играет на индусов, он играет на китайцев, которые с удовольствием подхватывают эту тезу, что американцы зажрались, и время их подошло к концу. Их доминация объясняется не их военной мощью, не только их военной мощью, а стремлением к истине, которую они пытаются познать через миссию исполнения, миссию человечества, которую они понимают, как прежде всего действительно люди, представляющие западную цивилизацию, которая считает себя выше. А скажите мне, какой народ или какая цивилизация не считает себя выше? Да вы знаете, какие китайцы? Марк, 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 ну это цивилизация западная, которую считают выше, я тут уже поиграю до конца дьявола, Конго, Конго, король Леопольд, Джозеф Конрад, описавший это в своей книге «Сердце тьмы», «Ла миссион цивилизатрис», цивилизирующая миссия, которая привела к гибели миллионов чернокожих рабов Конго. Вот Путин идет и туда, он показывает, он идет очень широк в своем дисплее всех грехов, прегрешений этой крайне циничной и крайне жестокой западной цивилизации. Так, погодите, погодите, она знавала развитие, конечно, западная цивилизация проходила разные свои этапы, чрезвычайшие, между прочим, если сравнивать по количеству жертв, никто больше не перебил народ, чем политические демократии, в этом парадокс, и колониальный период, и до него, и внутри себя эти войны, которые велись в основном в Европе, кстати сказать. Но мы-то говорим о в этом конфликте, в котором, значит, одержит победу не тот, кто больше всех убьет, а тот, кто сумеет осуществить главную миссию, понимаете. В 21 веке это миссия о роли технологии и науки. Это больше не миссия военных завоеваний. Завтра роботы будут воевать, понимаете, люди перестанут воевать, и у кого будет мощнейшая промышленность по производству этих боевых роботов, тот и будет выигрывать. По сути, нынче идущая война в Украине, это последняя война humanity, понимаете. Это война с участием людей, это практически последняя. Следующая война уже масштабного такого будет между роботами, дронами, искусственными полуорганизмами и так далее. Web Bio такой, да, так сказать, Robo Bio. Понимаете, там непонятно, где человеческое, где механизированное. Да, это такая последняя война. И Запад в этом смысле, безусловно, обгоняет даже китайскую цивилизацию. Ну, об исламском мире мы не говорим и о некоторых других периферийных цивилизациях тоже. Даже индусская цивилизация тоже отдельная, безусловно. Но Запад продолжает сохранять первенство именно в этом, в технологиях. Это главное, это решающее. Запад не падет до момента, пока у него будут от Илона Маска до, значит, айфона, понимаете. Он не падет, потому что технологии обеспечивают все остальное. Марк, вот смотрите, один из наших постоянных зрителей, Абдул Мазари, вот пишет. Кстати, это мой тоже аргумент. Вот по части, вот смотрите, а у вас вы сами с усами. И Путин, помните Путин? Чабы, корова, мычала. И вот это, и это. И афроамериканцев притесняют из 60-х годов советская пропаганда. Конечно, да. Ну вот смотрите, существенные разницы, допустим, пытки американцев в Абу-Грейб, в Ираке, да. Там еще какие-то. Потом, когда мочили из дронов там свадебные свадьбы в Пакистане и так далее. В чем существует? И с другой стороны, MH17, малазийский Боинг и Буча и Мариуполь. Вот он пишет, западные цивилизации, западная цивилизация, я признает свои ошибки и их исправляет и платит компенсацию. Россия никогда своих ошибок не признает. Я бы добавил здесь ГБИСкая Россия, потому что именно ГБШ, я не знаю, согласны ли со мной или нет, ГБШ, главное правило ГБШников, никогда не признавать вину и свою ответственность. Ни в чем. Не, ну это прозаическая вещь, она банальна, это действительно так. Поговорим более глубоко об ответственности, да. А кто знает ответственность? Ответственность знает ответственная власть, ответственные политики. Ответственные перед кем? Перед обществом. Понимаете, это нужно им самим, это нужно их общественным системам. Принимать на себя ответственность. Перед кем нести ответственность Путину? А что ему будет за то, что он не несет ответственность ни за что из того, что делать? А не вот, пожалуйста, Лавров, мудак, вообще заявил о том, что мы, говорит, не вторгались второй раз. Ну, думаю, больше не произнесет. Нет, пожалуйста, говорит, а мы, говорит, в Украину не вторгались. Ну, долбоёбый, однозначно, ну как, ну нормально. Спасибо, спасибо, лучше, я думаю, как это вот назвать, вот это слово. Ну, а как, ну, погодите, ну, человек второй раз повторяет, сначала он в Анталии об этом заявил на встрече с Кулебой. Да, две недели после начала войны, да. Для меня вообще это лейтмотив всей войны, вот эти ключевые слова, это вот то, что он повторил сейчас. Ну, ну, просто, понимаете, как, вот для западного сознания это невозможно, потому что она рациональна и критична изначально. То есть они нарушают некое понимание роли индивидуума, роли власти, общества, государства, оно меняет, да. Что, оказывается, можно себя вести во власти, а там ты имеешь другую долю ответственности, другую степень ответственности за то, что делаешь. Вот как, я не знаю, как маленький мошенник, какой-то полууголовник. Ну, как Людовик, Люи Катокс, государство, это я, и если я сказал, что это так, то это правда в первой, в последней инстанции, альфа и омега вашей гребаной эпистемологии. Ну, он плохо кончил, кстати, вот, как и все они. Поэтому, на самом деле, лучше на себя большего не принимать, чем можешь унести. Я, кстати, не так убежден, что у всей этой банды тоже судьба незавидная. Я уж не знаю, и шафотом они закончат, или им просто отрежут яичко, я не берусь судить. Но в любом случае, суть здесь та, что мы имеем дело с каким-то совершенно перерождением, что ли, или вырождением даже, точнее сказать, того, что могло стать частью большого западного ареала. Понимаете? Россия претендовала на это место, потому что культура ее европейская. Но одновременно с тем, государственная власть ее, вообще история этого государства, она абсолютно не западная. Она абсолютно имеет восточную природу в силу этой субмаргинальности. Вы знаете, эта идея Russia Today, которая потом еще до 2014 года переминала себя в RT, чтобы не быть столь токсичной, да, детища симонян. Вот они также придумали себе такой слоган, то есть девиз такой. Альтернативы. Вот слушайте альтернативные взгляды. Ну, как говорят у нас в Америке, you have the right to alternative opinion, but not alternative facts. У вас есть право на альтернативные мнения, но не на альтернативные факты. И вот это то, что мы сейчас видим. То есть просто предлагается абсолютно параллельная информационная вселенная. С одной еще важной поправкой. Это государственный источник. Это государственный источник. Пропаганда. Вот почему я считаю, что в России есть пропаганда, а вне ее пределов, ну, я имею в виду в Украине или в Америке, этой пропаганды нет. Потому что под пропаганду надо понимать только исключительно использование средств массовой информации государством для своих целей. Для осуществления своих целей. Государство использует как непосредственный собственник, как непосредственный источник финансирования, как непосредственный источник нарратива, который он передает для распространения шире, вот этому инструменту. Я не знаю, у государственной СМИ в Америке есть их? Нет. Ну, есть одни, есть другие, есть третьи, есть пятые. Там тоже, извини, нарратив, будь здоров, может создаваться. Есть общественное, вот PBS, есть просто общественное телевидение. Да. Нет, это не то. Ну, как бы общественное, ну, все это херня. Ну, или Голос Америки, да, который финансирует там Конгресс. Ну, это все, это... Кто финансирует цены? Кто финансирует Fox News? Да, в разные моменты тот, тот, тот другой становится, выглядит как проправительственный рупор. Но это не пропаганда. Это, да, могут быть и ангажированные СМИ, не ангажированные СМИ. Но их так много. И они так сильно друг друга лупят, что по существу отсутствует всякая претензия по части эксклюзивности, или там, инклюзивности, единственности, монопольности. Ее нет в России. Такие, как Симоньян, кличка Чорчхела, или там, как ее... Вот это я вам скажу, это особый случай, потому что они за государственный счет, то есть за деньги налогоплательщиков, не спрашивая мнения этих налогоплательщиков, распространяют мнение в угоду частным лицам за этой власть, которые эту власть узурпировали. И никаких других альтернативных, других, иных мнений там нет. Ни мнений, ни фактов. Они просто запрещены. Вот я иностранный агент. За мое мнение, за то, что у меня есть свой блог, меня признали иностранным агентом. Ну, это такая ГБшная структура. Вот, вместе с Роскомнадзором. Сейчас они пытаются меня возбудить в уголовное дело, потому что я не исполняю требования об иностранном агенте, не ставлю вот этот лойбак там и так далее. О чем это говорит? О том, что вот таких, как я, с иной точки зрения, ты, ради бога, иным мнением или иными фактами, преследуют уголовным законом. Понимаете? Уголовным законом. О каком вообще речи может быть идти? Где в Америке кого-то преследовали именно за то, что он говорил? Ну, то, что он делал, да, часто. Я расскажу этот эпизод. Я, по-моему, уже рассказывал. Я встречался с Дэниелом Фридом, который вообще отец буру. В госдепе, в госдепе. Да, он был. В госдепе, сейчас он на пенсии, он же никто не знает, он в прихраме. Ну, крутой чел. Крутой чел, да. Вот я с ним виделся в Атлантику-консиле, когда там выступал. Это было в 18-м году. Я его убеждал, прям, ну, войны не было. Говорю, надо срочно вводить санкции против пропагандистов. Убеждал с таким жаром, ну, как я умею. Он мне так возразил, сказал, понимаете, он говорит, первая поправка. Я говорю, какая нахрен первая поправка? Где Соловьев и где первая поправка? Он говорит, а там же нигде не сказали. Но в Конституции, что первая поправка – это только для американцев. Это для всех. И я замечу, именно американцы так и не ввели всех санкций, которые уже даже в Европе в отношении пропагандистов введены. Не синхронизированы. Это говорит о чем? Об ущербанности Конституции? Нисколько. А юридической непроработанности темы отделения первой поправки от пропаганды? Да, наверное. Да. Вот никак они не могут определиться, где кончается свободу слова, и начинается государственный источник, распространение вот этих интерпретируемых фактов или ложных фактов. Ну вот, Марк, я хотел к этому подойти. Извините, вы закончили? Или там… Да, и я просто считаю, что война все изменила. Война все. Вот войны не было, и как… Я помню, там приходил, Маккейн мне говорил, да, покойный. Ну, ты знаешь, говорит, как мы против Медведева ведем санкции? Ну, ты подумал, Медвей, он премьер в тот момент был. А я приехал, горяченький, с ним второй раз встречался, у него были там в Сенате. Я говорю, ну вот он, подонок, значит, он вам не Димон, там ребят сажают, вот Навальный проводит акции. Он говорит, ну не, не, здесь никто на это не пойдет, на премьера России. А сейчас? А сейчас чаще, чем чихают. Там даже любовниц начали и любовников заводить под санкции. Ну, это да, ну смотрите, это очень важно, это подвело к теме, что я обещал вам по поводу репараций. Сейчас мы поговорим как раз о том, как все-таки не успевают за реалиями войны и этого нового дивного мира, перефразируя классика Алдоса Хаксли, да, в котором они живут, вот американские законы. Вот вы сказали сейчас про первую потравку, а мы поговорим о законе касательно коммерческой деятельности. Заявление Джанет Йеллен, нашего казначея, и главное по поводу того, что репараций будет очень сложно, вынудить Россию заплатить, заморозить активы, потому что это повлияет на наш инвестиционный климат. И вот тут я процитирую Гаррика Каспарова, если позволите, он написал очень четко по поводу того, что мы имеем дело с военными преступлениями в индустриальном масштабе, фактически с гидроцидом. Вопрос репарации и, соответственно, конфискации тех российских активов, которые сегодня заморожены, имеет важное значение. Но российская оппозиция, кстати, он проехался тут еще, по российской оппозиции, пока не дали вразумительного ответа по этому поводу. Россия должна будет выплатить всю сумму ущерба. Дело не только в том, чтобы остановить справедливость в отношении украинского народа, который сейчас сражается и погибает. Это вопрос будущего России. Россия, покуда не будут выданы военные преступники, Россия не перестанет, наконец-то, быть империей, которая несет смерть и разрушение соседям. Но вот этот вопрос репарации мне, как вам, как юристу, очень хотел узнать ваше мнение по поводу того, какие перспективы все-таки переломить закорузлость бюрократию американскую по этому направлению. Ну, я, в принципе, ничего у Каспарова тут не обнаружил ценного в части его объяснений и претензий к российской оппозиции. Ну, бог с ним. Значит, что касается прав. А что такое право, в принципе? Право – это что? Это некое неизменное статичное понимание того, что можно, что нельзя. В конечном итоге-то именно об этом речь. Это ведь тоже выражение политической воли. Это может меняться. Инвестиционная привлекательность – это хорошо, но на весу-то, действительно, на этих весах действительно война, жизнь, геноцид и так далее. То есть, иногда нужно чем-то поступаться. Вопрос, насколько, и вопрос, с какими последствиями. Иногда приходится мириться с последствиями, что инвестиционная привлекательность Соединенных Штатов может понизиться. Что доверие к ним, к Соединенным Штатам, к надежному инвестору, а в основном эти средства, 350 миллиардов долларов ЦБ, резервов ЦБ, хранится в ценных бумагах, в том числе и государственных, разных других, которые вложены российским эмитентом в них, так сказать, с целью получения прибыли. Ну, сохранения прибыли, хеджирования этих валютных средств России. Дело в том, что война дает такое право. Дает такое право, и нужно идти на эти издержки. Почему? Потому что, если этого не делать, то такая безнаказанность порождает соблазн повторять это раз за разом. Международное право часто имело основание идти против буквы закона. Такое тоже бывало. Ну, пример. Пример. Нюронбергский процесс. До него никогда не существовало международных процессов. И это был очень мучительный вопрос. А как судить преступников нацистов, если в Германии по немецким законам? Так нет таких на тот момент было достаточных законов. В американским законам? Ну, это обычное оккупационное осуждение. И пришли к выводу, что нужен международный суд. Это суд ряда государств, стран, которые победители, прежде всего, и тех, кто в том числе пострадал от оккупации. Франция, например. Участвовавшая в антигитлеровской коалиции. И дать им право решать. Многие часто осуждали этот суд. Говорили, Нюронбергский процесс. Да вы что? Где эти кодексы? Где эти законы? Кто их утверждал? Где? Как? Что? Участникам процесса Руденко был такой. Генеральный прокурор. Прокурор на этом процессе. Сталинский прокурор. Тоже народ перебил. Будь здоров. Потом, кстати, их реабилитировал. После смерти Сталинга. Но, тем не менее, пошли на это. Создали основу международного права через вот этот суд. По этой части. По осуждению военных преступлений. Геноцида, этноцида и всего остального. И, в общем, это зажило. То же самое касается репараций. Впервые предоставляется возможность начать практику. Правовую практику по изъятию средств у страны агрессора в пользу страны жертвы. С кого-то это надо начать. А здесь вопрос воли и ответственности. Если на это решатся Соединенные Штаты, их последуют за ними страны европейские, то этого можно будет добиться. Потому что потом вся последующая практика оправдает эти волевые действия. Если же отказаться от этого, то все будет продолжаться так, как продолжается сейчас. Ну и потом это немножко лукавство. Потому что, например, когда речь шла об активах того же Каддафи или Хусейна, так они нормально, так сказать. Пошли, кстати, деньги Каддафи пошли в оплату частично спецопераций, которые по обеспечению бесполетной зоны над Ливией. Мало кто их знает, но все-таки какие-то деньги из швейцарских банков были изъяты. Ну а там потом в догонку были какие-то суды и что-то еще. Поэтому не стоит, не стоит преувеличивать степени такой вот недависти. Помним, далеко ходить не надо, используя, простите, конечно, кремлевский такой language, ближнее зарубежье. Но в Казахстане, этот Казахгейт, когда были заморожены на швейцарских счетах несколько десятков, 80 миллионов долларов, которые шли в качестве взяток от правительства, извините, от американских контрактеров, которые давали откат семье Азарбаева. И это было заморожено, и потом это было направлено на специальный бота, такой фонд в поддержку там малоимущих детей и так далее. Действительно прецеденты есть. Но у нас остается еще три минуты с Марком Фейгином. Друзья, спасибо, что смотрите нас. Марк, смотрите, вот если мы уже говорим об этом, опять-таки давайте о том, что Запад должен идти до конца, Запад должен быть, ну мы согласны на этих тезах, что это do or die moment. Момент для нас черно-белый. И вот мы, очередное высказывание Путина о ядерной войне. Сначала он говорит, что война абсолютно легитимная, это вот сейчас на форуме в Питере. Россия в соответствии с уставом ООН имела полное право признать независимость республик Донбасса, а затем оказать им военную помощь. И вот, никого мы не пугаем, ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть для защиты своего суверенитета. И вот говорит тоже Юрий Фельштинский, что Путин на эту ядерную войну пойти-таки готов. Вот вопрос о цене, зная даже это, во-первых, согласны ли вы с этим, и если действительно это возможно, тогда вы утверждаете, что это цена, которую мы должны заплатить. Ну, я этого не исключаю, я этого не исключаю, потому что мы видели безумные шаги со стороны Путина. Просто, понимаете, чем дольше он этим угрожает и не использует, тем больше создается новых механизмов защиты от подобного рода шага со стороны Москвы. Запад этим очень сильно обеспокоен, и это точно абсолютно, и американские совещания от Пентагона до Белого дома не прекращаются. По поводу этой угрозы и возможного противодействия, предупреждения этой угрозы. И, знаете, если чем-то Запад начинает заниматься, они все равно добиваются какого-то, пусть относительно, но успеха. То есть они все равно создают какие-то механизмы защиты, которые препятствуют разрастанию ситуации до мегагалактических масштабов, угрожающих вообще существованию человечества. Ну, да, я думаю, они справятся, потому что они, ну, я знаю, учения-патриады идут постоянно в Америке, они тренируются, они вкладывают сейчас деньги в противоракетные программы, вот, так сказать, уже обсуждается возобновление возможное, так сказать, использование лазеров для ракет выведения оружия в космос. Я не исключаю, что это следующий этап. Термоядерная война возможна. В обмен ядерными боеголовками и ударами возможен. Я не исключаю этого. Я не говорю, что это невозможно. Другой вопрос, что вот на сегодня, еще пока термоядерная война не состоялась, а мы уже знаем проигравшего в этой термоядерной войне. Это Москва. И все будет. Да, но даже если исчезнет планета, даже если она расколется и полетит, навстречу Солнцу, так сказать, кусками, то главным проигравшим будут все-таки они, а не американцы. Ну, возможно, кого-то это утешит, знаете, что если в Канаву, так все вместе, и Россия первым носом. Ну, Марк, спасибо вам. Буквально, вот смотрите, такая легкая такая, вот легкий момент. В завершении у нас идет сейчас опрос в нашем чате, кто крот в окружении Путина. Вообще вы верите в то, что все-таки в окружении Путина крот? И вот у нас есть такие четыре варианта. Золотов, Кириенко, Шойгу или же Алина Кабаева. Ну, я ни на одном варианте не остановлюсь, потому что, понимаете, крот это ведь из представления Пеньковского какого-то, понимаете, вот ходит там чего-то, ГРУшник. Все-таки, мне кажется, более сложно устроена эта система. Там есть конфиденты, которые сливают информацию. Ну, я бы сказал, там, я условно говорю, не Шойгу, а жена Шойгу или там любовник Шойгу. Вот в это я быстрее поверю, потому что цена ниже для такого человека. То есть те, кого вы назвали от Кабаевой до Золотова, ну, этих людей ценает секир башка. А вот кого-то вербануть из близкого окружения к этим людям, которые там ночью в постели выпытывают что-то, в такое я бы поверил. Но в конечном итоге главная информация, американцы специально провоцируют, это, чтобы Путин нервничал, искал этих кротов. Я думаю, все-таки они большую часть информации получают технологическим путем через спутники, прослушки, через айфоны, через интернет, через... Потому что, потому что то, что вы говорили, Марк, они борются за передовую технологию, а не за бесполезные земли. Абсолютно. Потому что в этом являются победителями. Что и требовалось доказать. Друзья, one and only Марк Фейгин был с нами. Марк, спасибо, как всегда. Thank you.